Ребята, всем привет! Сегодня видос всё-таки состоится. Он будет немного опять экспериментальный, потому что я расскажу про свою операцию на варикоз. Она состоялась уже ровно месяц назад, и уже есть о чём рассказать. Почему я её начал делать? Да потому что есть риск отрыва тромбы, который прилетит мне в лёгкое, и, собственно, на этом закончится моя счастливая жизнь. Не стал я до этого дотягивать и решил сделать операцию. Ногами я никак, никаким образом вообще не беспокоил, только косметически выглядело очень-очень не очень. Как сделать операцию бесплатно, это я узнал через Инстаграм ещё примерно в апреле или в мае. Но я не мог делать эту операцию из-за того, что у меня была межпозвонковая грыжа. И я не мог физически выдержать дорогу, потому что, чтобы сделать эту операцию, нужно было ехать в другой город. Потому что по полюсу ОМС эту операцию у нас здесь нельзя в своём городе сделать, нужно ехать в другой. Всё более подробно вы можете это почитать на странице у врача, который этим занимается, или позвонить по номеру, там вас проконсультируют, всё расскажут полностью. Консультация, кстати, также бесплатна. Всё началось с того, что я в сентябре записался на консультацию, мне не сразу дали предложение на операцию в октябре. Но для этого нужно было сходить и сделать справку в определённой форме, ну, как направление для того, чтобы сделать операцию. Но её не дают зачастую, и мне её не дали. Вследствие чего моя операция немного перенеслась на ноябрь. В принципе, я не сильно расстроился. Все анализы я сдавал под ОМС. Самая сложность для меня была это на ковид, но она успела. Результат пришёл буквально за 2 часа до отъезда. Всем привет! Завтра еду на операцию. Сегодня первый раз в жизни брил ногу. Я вам скажу, девочки так нормально страдают. У меня на самой коленке капец, сколько волос растёт. Не то, что там по всей ноге, блин, это капец, жесть, как долго это всё делать. Вот сейчас всё выбрил. Вот смотрите, какая нога стала. Лысенькая, беззаботненькая такая, беззащитная. Вот такой вот лютый варикоз у меня. Уже какие-то пятна тут появляться начали. Вот Маша спалил. Вот будем им избавляться завтра. Надеюсь, всё чуть-чуть произойдёт. И всё станет хорошо. Так что, ребята, если у вас есть варикоз, советую не затягивать. Кстати, трансфер тоже бесплатный. От речного вокзала был качественный немецкий автобус. Мы сели и поехали в Горно-Алтайск. 450 километров. Где-то ехали часов в 7. То есть ночью в 12 выехали, в 7 мы приехали. Вот такая вот дорога нелёгкая. Но я её выдержал. Я вот больше из-за неё переживал, что я не смогу долго сидеть. Но спина в последнее время уже всё лучше и лучше становится. Даже начал тренироваться потихонечку. И дорога, в принципе, обошлась нормально. Единственное, что у меня за неделю или две резко что-то начало давление скакать. То ли я переживал, то ли что. Но, не знаю, пил на таблетках, короче, вообще жил. Приехали туда, там дообследовались. Ещё раз всех врачей прошли. В принципе, быстро. У нас было очень много человек, что-то порядка 40, по-моему, или 50. Сначала оперировали женщин всех, потом нас. В принципе, всё произошло быстро и, я бы сказал, безболезненно. Операция заключалась в том, что ложишься на стол, тебе всё много обрызгивают спиртом. Далее берут, типа, как система в ней, я так понял, обезболивающая. И всю вену прокалывают этим обезболивающим. Уколов, наверное, штук 30, но не меньше. Мне было больно. Я даже сжимался, ну, как бы не орал там, но было неприятно. Смотрел, как операции делают в Инстаграме девушкам. Ну, у них, видимо, болевой порог ниже, и они, как бы, вообще спокойно все лежали. Ну, а дальше уже потом вставляют зонт, и световод вставляет, и он выжигает вену. Как там уже световод шёл, я уже вообще ничего не чувствовал. Собственно, потом я уже даже спрашивал, вообще что-нибудь делаете. Да, да, там всё, вот световод с определённой скоростью аппарат его вытаскивает. То есть они не сами его тянут. Вот, и за счёт этого вена выжигается. После этого одевают сразу чулки, и надо походить минут 20. Мы там минут 20-30 походили, уже автобус приехал, и мы поехали обратно. Ну, собственно, вечером я уже был дома. Когда я вышел из автобуса, я думал, о, как хорошо, ну, как бы, думаю, так, ничего не болит даже. Быстрее пошёл в метро, вижу, что поезд сейчас уже уезжает. Ну, ну, что-то начал ускоряться, там чуть ли не в припрыжку, а потом почувствовал, как начало тянуть в паху. Ну, вот именно вену, где запаяли в паху, она очень сильно тянула первые дни. И вообще, даже ходить было больно, быстро ходить вообще не мог, а ходить было в целом как бы больно. Также я продолжаю ходить, носить эти чулки, в них хожу, вот так они выглядят. Ну, и первое время болели вот вены, но они сейчас даже ещё побаливают кое-где. Вот здесь вот, там, вот здесь, где они у меня сдуты были, вот здесь на икре. Ну, побаливали так, то есть там стоять больно в напряжении, потом уже через неделю легче и легче. Единственное, самое неприятное, когда с дивана встаёшь, так как бы простреливает вена, как будто под кожей её прям дёргают. Здесь по задней поверхности. Ну, и в дизонт вот здесь вставляли. Здесь вот в дизонт вообще кожу не чувствую, как будто кожу тоже там выжгли что ли. Но всё равно уже чувствительность потихонечку приходит. К врачу на консультацию, ну, повторно, после операции я так и не попал. В следствии того, что я заболел ковидом, вот я сейчас ещё до сих пор не до конца излечился. Очень жёсткая тема. На эту тему я тоже немного снимал видос, пока болел. Отдельно потом выпущу. Ещё раз всем советую маски всё-таки носить и обрабатывать руки септиком. И, в принципе, их мыть почаще. Потому что, ну, не очень. Ну, как бы вылечиться можно, всё нормально. Сразу готовьте бабла нормально. Ушло где-то примерно рублей 8 мне на лекарства. Вот. И терпение, блин, потому что температура очень долго держится. Запах и вкус тоже отлетают на ура. Ну, сегодня серия не о том. Вот так вот прошла моя операция. В принципе, всё, слава Богу, благополучно, я надеюсь. Я когда схожу ещё к врачу, распишу всё более подробно. Я не профессионал в этой сфере. Тут сильно что-то заумно стоять, лечить. Я вот просто рассказал, как я провёл, да, как я съездил. Более подробно вы можете ознакомиться на странице у этого врача Ибрагимова. И если вы из Новосибирска, записаться на неё, на консультацию сходить и в дальнейшем сделать себе операцию. Как говорила врач, она вроде как скоро уже может быть и в Новосибирске делать эти операции. Не знаю, насколько там эти сроки уже близки. Но, возможно, вам уже повезёт и не надо будет ехать в другой город. Ну, хотя в целом, даже я за своей больной спиной, я выдержал эту дорогу. В целом, как бы всё нормально. И я нисколько не заплатил за эту операцию. Если её делать в центрах, там типа ЦНМТ или варикоза нет. Одна нога в среднем лазером полечить стоит около 40-45 тысяч рублей. Вот и считайте, сколько кто денег, с чего сэкономил. Ну, а всякие чулки, там таблетки, их в любом случае покупать придётся. Я на чулках не экономил. У меня чулки стоили в районе 5 рублей. Ну, наверное, можно и дешевле было взять. Я купил на обе ноги, потому что я спортом занимаюсь, что у меня вторая нога тоже не пострадала. И я думаю, в дальнейшем тоже буду именно в них заниматься. Ну, а дальше, на следующий день, когда я приехал, мы, собственно, отправились с Машей на тренировку и мы снимали много интересного контента. Я думаю, один мой рассказ не очень интересно будет слушать, поэтому вы ещё увидите наш весёлый влог. Сегодня суббота, и мы выдвигаемся на тренировку вместе с Машей. Сто лет с Машей уже не были на тренировке вместе. Ну, и я вот, если честно, мы сейчас пытались вспомнить, когда это было в последний раз, я такого не помню. Так что, Маша, держись, сегодня будет тяжёлая тренировка. Ты рада вообще? Не знаю, наверное, рада. Что? Что ты таким голосом неуберенным? Всё равно ещё будет великий тренер заниматься. Да-да, великий. Сегодня всей командой будем, как раньше, в былые времена. Будем вставлять. Возможно, сегодня даже Влад придёт. Поэтому будет вообще супер весело, да, Маша? Да. Если Влад придёт. Влад пишет полвторого. Ты идёшь, ну, таким голосовой, я говорю, да. А я только проснулся. Я не знаю, что он имел в виду, но я надеюсь, что он всё-таки придёт и оторвёт свою жопу от дивана. Ну, а мы поехали пока потихоньку. Здрасте, мы на месте. Мы сегодня такие вот красивые. У Маши, кстати, смотрите, какая маска смешная. Она у неё, короче, порвалась, там еле держится. Стой, 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 стой. Привет! Привет! Здарова, Влад! Ты всё-таки поднялся, что ли? Ты таким голосом там говорил. Я думал, Влад не встанет сегодня. Только встанет. Как дела, Влад? Рассказывай. Где был? Что с тобой происходило? Почему похудел? Камеру уберите. Нет, нет, нет. А Диман весь в делах. А Диман весь в делах. Смотрите, он уже красоту наводит. Сейчас будет фотографировать. Как, Диман, думаешь, получится красивые эти кадры? Нет. У нас зал, вот реально, зал кайфовый. Но, блин, вот на фотографиях он не смотрится нифига. Так у нас уже реально всё есть, да? Там и диски, и грифы, и гантельки, и мячики, даже которыми никто не пользуется. Но вот он какой-то не суперфотогеничный у нас. Да? У нас стильный. Вот такой вот наш зал. Чистенький, светленький. Диман наводил красоту. Сейчас фотографирует. Скоро вы увидите фотографии на сайте у Клокова, где он размещает все залы с России, чтобы могли ознакомиться, посмотреть, как у нас красиво. Да, страшный мысль, пока. Вон, Диман, говорит, нефотогеничный зал у нас. Зал не сильно фотогеничный, но он очень атмосферный и хороший, родной. Диман продолжает фотосессию. Диман, интересно фотографировать зал? Просто пустой зал. Сейчас фотографировали в день. Вот так вот наш зал и живет на одном энтузиазме голом. На пустом, да. Я думаю, знаешь, Дима, я думаю, и вся тяжелоатлетика, наверное, вот любительская, она, собственно, так и живет на голом энтузиазме. А пока, Дима, фотографируй зал. Ребята уже тут разминаются. Маша, не убей своей рукой никого. Машешь так сильно. Я живу, я сюда вижу, куда я машу. Как думаешь, получатся красивые кадры? Ну, наверное, Димаш там старается, он суетится. Суетится? Не зря зал. Вал, что он будет. Вести, блин. Что? Секси-чемочки. Я даже не заметила. Они просто в цвет. Маша сегодня уже не задолбала из них. Я даже не обратила внимания. Я более того, я помогала их натягивать. Я не то, что помогала, их натягивала. Их знаешь, как тяжело натягивать. Они капец. Ну, они вон, они капец, знаешь, какие тугие. Я знаю, как тяжело натягивать. Маши там сидим, раздевалтят. Кирюх, у тебя там вывалилось. Что вывалилось? Ой, показалось, это жир, говорит. Маша, ты молодец просто. Это жир. Сегодня Кирюха так же ремонтирует зал. Ремонтирует. Обслуживает. Диман купил, а Кирилл делает. Ну и что? Ну, видите? Ты же инженер. Смотри, Кирилл инженер. Вот это инженерная работа. Маша сегодня у нас тренируется. Орет уже вовсю тут. Маша, ты на таких весах никогда не кричала раньше. Что кричать стала? Да у меня, знаешь, я поставить пыхчу. Встать пыхчу. Пыхчу. Раньше бы вообще никогда никаких звуков не издавала. Сейчас, я не знаю. Ну, как бы, вот не знаю, получается так организмически. Это что значит, Влад? Как ты к вам говорил? Старость. Правильно. Конечно, страха так болят. У меня в понедельник так болят. Не базарит. Оп. Вот, прыгай. Маша, ну этот подход-то явно получше был. Ну, растренировалась. Растренировалась. А до этого что тут делала? Ну, это были первые подходы, прикаточные. Прикаточные. А у вас есть прикаточные подходы? Влад, у тебя есть прикаточные подходы, которые ты делаешь так? Ну, так себе. Ну, да. Вот, мне дано пять подходов. Четыре подхода это прикаточные. Возможно, все пять. Локти. Нет, второй раз был ничего. Первый раз был ничего, а второй был прикаточный. Надо это, локти, локти. Ты ее как-то в дугу вгоняешь. Да, да, я видишь, я накрываю ее, и мне вперед начинают тащить на носки. Можешь чуть убаять, накрыв, но ты локтями дорабатывай. Ой, что-то прикаточный пошел. Бам! Давай, не прикатывай, а делай нормально. Не, прикатывай. Ножками не хочешь работать. Ты что все прикатываешь, Мар? Полтинник-то в стойку порвешь, нет? В стойку? А что? Ну, в полуприсед. Да, он... Не знаю. Да надо бы уже рвать-то. Моща есть. Ты ей через раз пользуешься. Но моща есть. Лада, борьба. Вот первый-то получился, а второй опять что-то. Пусть лежат. А мы очень помогаем. Маша, ногами топаем и в сети сидим. Это крик. Мне аж страшно становится. Сесть. Не села даже опять. Сядь! Ну сядь, Маша! Ну села, блин, я! У меня просто ноги раздуло, и поэтому сед такой нихеровый стал. Знаешь, что прикол? Она как-то первый раз села, она села. Ты не видел, у нее ноги фразы? Ну, в носки провалилась. Да. Это я видел. Я только просил. Ноги устали. Не знаю, по мне так надо еще ниже сесть. Седание. Я даже я сейчас сяду ниже. Со своими вот такими вот ногами, да. Да, у них... Какими ногами? У них нет. Они есть. Нет. Блин, не болела спина, я больше с тебя присел бы сейчас. Без разбитки. Я вообще-то занимаюсь. О, Влад, ровнее стало. Ну, ровнее стало. О, Павлентий, привет! Здорово. Ты нас сегодня будешь удивлять? Не знаю, больше. Больше, 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 больше. Сегодня у тебя какой план? Стой, стой, иди сюда. Придумаем. Какой план ты себе написал сегодня? Поприседаем сегодня. Поприседаем? Да. 200 с лишним? Может быть. А рывок будет мощный сегодня? Я вчера рвал. Нет, сегодня не будет. Сколько ты рвал вчера? Вау, 120. Раз на 3-4. На раз. Что-то совсем слабенько уже. Много саля от того произведения. Ждите, через месяц уже 110 будет. Да, нет, стоп уже. А, ну ништяк. Крайний подход Маши. Супер низкий сет. Ногами поактивней. Во, сейчас села. Как и в прошлые разы, точно так же приседала. Маша, кстати, я заметил, ты когда крикнешь, потом тебе хорошо всегда получается. Да. Ну, наверное. Чаще кричит. Это тебя как-то настраивает, что ли, на подсознании, когда ты громко так, ах, и у тебя полетело. Во время войны, а так всегда кричат люди. Ты вот если посмотреть, там трое вот эти старые, они прям же, аааа, особенно первые вот эти бегут. Ну, это этот, адреналин, все дела. Да. Вот так это, пусть бурлит у тебя почаще. Не, ну, на рывке я так делаю, потому что, как бы вот, раньше у меня как бы волнение, за которые у меня первые подходы все вот такие вот были. А когда ты кричишь, у тебя как будто вот этот вот стресс, так скажем, волнение все вот это уходит, и ты уже спокойно ее поднимаешь. Диман, когда ты будешь с Максом зарубаться-то? А, да, восстанавливаться. Опять? Я восстановился же, сколько там, я 120 на 6 раз приседал уже. А, классика? Не, классика. А, ты пока физику подтягиваешь? Я физику только подтягивал, классику больше не проходил. Потом само пойдет. Да. Как у Валеры? Да, вот. вот и все часа брата наверно с у вас не присядно ты когда тренируешься нет видишь не тренировался за следующий то начнешь надеюсь ты же уже все выздоровел но махтом опять что-то какие-то нереальные веса подымает макс держись о привет мы тут блок снимает я уже заходил подписался нет это и температуры верить масло что флан на этой неделе как дима говорил нереальный или реальный все таки ну и сейчас доделал наверное реально самая сложная рывок я уже сделал нету он говорил вот первые два плана были про ну ладно не первые два первый самый был просто нереальный первый день за и первый нормально сделала во втором я просто внутри какая-то лень была что мне ничего не хотела сделать не от того что но хотя может быть устала после первого дня кто знает но я честно сделала не то что лень машина первая тренировка у тебя там ты так на бабахала что у тебя там трапеция болела нереально все ее разминал и сюда привет тебе опять прилегла поспать и ягар час приду через пять минут час прошел прошел в девять часов пишет ой я что-то прилегла да я дашь кого сразу вспоминаю дима дима иванов он постоянно так делал ой я что-то прилег там и все чё уже семьи за порвала как ты ее не забоялась порвать а вот классику чё-то это что-то это ссыкотно давай он разбежались на 7 батарейки не хватит смотрите как разминается у нас павлентий сначала он присел 70 потом он присел 120 потом считает 140 ой 160 да в самом начальном пришел просто нагрузил там что-то шунганул размялся прям сразу же первый подход был и это я точно не соврал то что влад мне только что это говорил тяжело восемьдесят четыреста уже восемьдесят четыреста расскажи на чем ты опять отъедаешься опять на говядине а чё ты сегодня чё вчера сегодня питалась жареную картошку жареную картошку сыром удивительно да как так вес набирается а паша приседает тут уже 90 у нас просто на язычах разминает ни капли волнения да ноги пошире поставьте чуть давай это полком до 200 приседал мало тут еще мало он даже не чует ее паша какой-то вес около 100 ну приди встань попришь брешь но герка хероты мощно в этом году сильнее и легче стараясь влад выполняет во знаменитое упражнение лишь лежа он даже еще перевыполняет толчок ногой болтает а как приоцене не прят вес 76 паша тут на язычах уже херась паша больше будет ты позови хоть человек который очень хорошо рвешь штанги когда рвешь по бедрам идет идет прям вот так вот ну нет сантиметр ну сантиметр от бедра вас спор просто не я веду чтобы прям вот вот так вот шор вот ее ведешь на животом идет пол сантиметра она по воздуху идет воздуху идет до паха маша штанга по бедрам идет у меня нет дима ты рывка сиди сюда штанга когда рвем по бедрам идет ну мы с тобой тогда смотрели что она идет ну я считаю нужно ставить чтобы она не просто висела здесь воздухе чтобы нет она все равно здесь идет ну да и несколько сантиметров от бедра не идет прямо шорка сейчас я перезвоню рикавери восстановительные работы от валеры смотрите как приятный человек он даже почти не дотрагивается я тоже потрогал ночью так больно человек так более тоже не понял может надо отдохнуть просто пару дней еще думал я вроде ваша прошлой серии реально не врал он реально пьет кисель и поэтому он такой сильный вот он присел 220 кисель присел 220 и бьет кисель валер ты знаешь вся сила в киселе нет но паша 200 приседает на киселе 220 220 надо кисель 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 и что-то он там макароны что ли чем-то гречку с сосисками по-моему с макаронами иван ну что ты там перезвонишь нам нет можно с тобой тогда даже ну сам подрыв когда искали и по-моему мы с тобой даже споря не помню это год назад примерно было мы именно про подрыв тогда не про прижимания чтобы тогда разговаривали мы прям смотрели что он реально не задевает не я говорю да по сути по факту она практически не задевает но я что нужно и прижимать чтобы как бы она именно траектория была намного ну прямолинейная более прямая траектория на секунду но это надо больше локтями работают больше локтями ты уже работаешь вот здесь а имеют когда когда она еще до подрыва не дошла это не призывал не до села маша не жить я реально так ноги разбарабанила что ты сесть не можешь рита уже скоро и толкать надо присядешь ты куда-то денешься изи маша тебя тебя мотивирует когда рядом с тобой такой сильный атлет тренируется он меня демотивирует почему она хочется тянуться развиваться больше сделать не знаю меня я когда тренировался рядом сильными ребятами мне наоборот как бы мотивировала я реально чувствовал даже иногда что я прибавляю это я ты готов на себе еще пока сосов ты поедешь сто процентов значит надо готовится это мощно подходить к этим царевым иванов собрался тоже ехать до надумал я просто заказа компания я поддерживаю смотри какая фиксация чуть и не нравится смотри как заходит один там надо подрывать скрываться там другой там коленки все висит как у мышкина это же не серьезно сезон не занимался пришел как баба ну смотри не понимаю как 40 лет сейчас заголовок будет заходить вот давай твои комментарии подрыв так 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 50 кг ну чё так смотри как раскрылся ты так не умеешь смотри смотри аж маечка за заделали василич вот это вот надо кинограмму или как вы говорите полностью выпрямили топорная работа вот это вообще своя группа ногу свело но и че вообще невозможно ничего делать это все это все кисель твой развалился своим киселем владимир васильевич не разошелся просто диван ты видел уже уже 8 приседает а чё ну в ленках и я смогу обезлить слабо дима рита машина ты когда машина станет смотри смертельный номер локти выше под они не подворачивались уйдите не позор знаете чего не хватает посмеялись следующий дима сказал куда ты ее вытянешь а вот туда в небо смотри нету неба здесь потолок на потолок что новая фраза в потолок штанга сейчас будет в потолок если не в потолок то это из зала уходишь давай давай смотри как дядя сейчас сидит дядя Дима дядя Дима в небо а второй был не очень подорвался такой что-то и пошатало тебя там и что ты какой-то он такой размазанный был знаешь такое что ну не это не знаю не настроился как вот как человек хочет тренироваться без одежды даже пришел в джинсах а ему сын поддерживает говорит давай пап давай сына поддерживает мультики смотрит а батя еще и сына запрягает что зря пришел что что у нас восстановительные процедуры Кирилл поиздевался пистолетом Рита передай привет подписчикам привет ну скажи что-нибудь можно дырочку я плачу мне больно почему ты плачешь я всю жизнь предлагаю полить это больно что не зря тренируешься нет как тебе Рита мощная спина плотная спина ну что на этом заканчивается наш видео сегодня смотрите какая у нас замечательная погода Маша смотрите как ее залепила снежком Маша ну как здорово было сегодня всем вместе тренироваться да сегодня было весело прям муравейник что то прям сегодня прям кипиш был в зале нереальный и сейчас продолжает такой же кипиш он там до сих пор народом разошлись но сегодня было весело всем спасибо за просмотр ставьте лайки комментируйте предлагайте будем отвечать на вопросы все всем пока а еще Маша хотела жопка мерзнет иди включай машину